Артур Анисимов Театральная студия САД открылась в феврале 2017 года. Теперь это образцовый коллектив, в котором 60 мальчишек и девчонок. Позади множество наград, например, гран-при фестивалей «Чеховский день» и «Золотая рыбка». Педагог Ирина Ковшевая окончила курсы ГИТИСа, играет на сцене Народного театра «Струна». Я учу детей, а дети учат меня. Конечно, детской непосредственности, любви, доверчивости. Потому что ты, как взрослый человек, понимаешь, что ты можешь ребенку научить всему чему угодно. Ребенок это будет впитывать. Просто твоя миссия и твоя задача – научить чему-то хорошему. К закрытию сезона студия САД готовит спектакли «Ночь перед Рождеством» и «Волшебное кольцо», а также «Сладкую сказку». Артисты разогревают мышцы, готовятся к репетиции премьерного спектакля. Театр-студия «Гестрион» сторожил бердских подмостков. Еще в 1976 году ее создал Александр Гребенкин. В 1994-м мэтро сменила бывшая ученица. Наталья Солодухина в театре с 16 лет. Возможно, поэтому особый подход умеет найти к старшеклассникам. Конечно, не бесприсущий театралам муштры, но оставляя место для маневра. Найти контакт с ребятами, чтобы они открылись. Сейчас они все очень закрыты, они в гаджетах, они все очень закрыты. И очень много времени у меня уходит на то, что с каждым годом все тяжелее. А чтобы открыться им и мне, без этого не будет ни спектакля, ни театра. Азы актерского мастерства постигают дети от 6 до 17 лет. В «Гистрион» они приходят разными путями, порой борясь не только со страхом сцены. Почему-то мне казалось, что это как-то, ну да, не модно. Что, может быть, будет осуждение со стороны общества. Не было по сей день? Пока не было. Не было. На удивление. Сейчас «Гистрион», кстати, в переводе с латыни «актер» или «трагик», работает над спектаклем по пьесе Александра Тюжина «Один билет до Марса». Покорение космоса выступает лишь фоном для истории о взаимоотношениях в семье. Премьера запланирована на апрель.